Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Вы, конечно, знаете, кто такой Рэнди Гейдж. Для тех, кто не знает, скажу, что это величина гуру в сетевом маркетинге. Я лично обязан ему своим успехом, благодаря его замечательной книге, которая называется «Как построить многоуровневый денежный механизм или машина». Это практика, это очень толковый человек. Если вы не читали и не знаете, то вы тогда не можете называть себя мастером. Недавно он написал статью, но не недавно, но в любом случае я недавно ее прочитал, как создать стабильный поток потенциальных клиентов. И там он рассказывает историю, которую я хотел бы вам поделиться. И выводами из этой истории. Суть дела состоит в том, что к нему обратился, пишет Рэнди Гейдж, его дистрибьютор, который уже достаточно давно работал, был успешным, занимал соответствующее положение, ранг, да, все. И он попросил поучаствовать во встрече, которую он планировал провести с каким-то кандидатом. И я был, говорит, удивлен, потому что он был опытный человек. Я спросил, а в чем дело. Дело в том, что этот парень, с которым я хочу провести встречу, он возглавляет компанию, является ее президентом, и она имеет миллиардный оборот. Ну, раз так они договорились о встрече, я, говорит, конечно, вынужден был пойти. И вот мы, говорит, пришли в его кабинет. Я немножко нервничал, говорит Рэнди Гейдж, честно. Потому что его кабинет был больше дома, в котором я жил. Огромный. Стол, за которым мы сидели, стоил, говорит, по крайней мере, тысяч пятьдесят долларов. Ну, то есть богатство, куча денег. Я сел в конце стола и провел свою стандартную презентацию, как я это всегда делал для него. Очень внимательно человек слушал. До самого конца. Задавал вопросы, но в конце сказал, что он, к сожалению, не может принять это предложение, потому что компания, на которую он работает, запрещает еще где-то вести какой-то бизнес. Потому что она боится, что это будет столкновение интересов. Поэтому я, к сожалению, сказал, не могу принять ваше замечательное предложение. Из этого разговора Рэнди Гейдж сделает несколько выводов. Он делает вывод такой, что даже очень богатые люди, очень состоятельные, не свободны своей жизнью, они не могут делать то, что им нравится, потому что они завязаны на работодателях. Это раз. Второе. А мы с вами свободные люди. Боже, какое счастье, что нам никуда не надо на работу ходить. Какое это счастье. А второе, второй вывод, который он сделал, то, что богатые, занятые, успешные люди это те самые кандидаты, которые более всего восприимчивы к нашему предложению. Именно поэтому они богатые. Именно поэтому они успешные. Потому что они все время в поиске. Они никогда не отвергают новой информации. Они пытаются осмысливать то, что приходит в их жизнь, попадает в их поле зрения. И они используют по максимуму любой, 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 любой шанс, любую возможность. А слабые, глупые, бедные, ленивые, неумные, они сходу отвергаются. Они кремляются, они делают умное лицо, они говорят, что они это слышали. Они всякую ерунду говорят нам. Отсюда вывод делает Рейн Дигейдж. Если вы хотите строить бизнес быстро, если вы хотите быть успешными, надо обращаться тем, кто делом занят, тем, кто ищет, тем, кто уже проявил себя. А если обращаться тем, кто нуждается в деньгах, кто больше всего страдает безденежья и, казалось, на наш взгляд, кажется, что он больше всего и будет заинтересован, то это большая и серьезная ошибка. Эти люди, как правило, почему-то не заинтересовываются. Более того, они еще и нас в чем-то там обвиняют. Они еще и обижаются, что мы им делаем предложение. Вот какой парадокс. Но проблема в том, что многие дистрибьюторы, многие начинающие новички недостаточно уверены, чтобы разговаривать с сильными, успешными, состоятельными людьми. И здесь выход один делает Рэнли Геевич, что чаще всего и лучше всего надо использовать помощь своего вышестоящего спонсора. Для нас сегодня это телефон, скайп, ну, живое общение. Вышестоящий спонсор проводит разговор с вашим потенциальным клиентом, а вы тихонько отсиживаетесь в тени, как бы в тени своего спонсора и как бы одновременно обучаетесь, видите, учитесь. Вы не оттягиваете процесс разговора, вы немедленно приступаете к делу, вы строите бизнес уже сейчас, ваш спонсор вам помогает, это происходит взаимное обучение, и все. Вы зарабатываете деньги. А большинство людей барахтается в одиночку и пытается подписать еще более слабых людей, чем они сами, слабее себя. И так, вниз тенденция на ухудшение качественного состава вашей группы. Еще один момент, который я бы хотел сказать. Два подхода существует, о котором говорит Рэнди Гейдж. Я очень хорошо его понимаю. Я сам так раньше думал. И когда ты не уверен, когда ты только-только начинаешь, когда в тебе нет еще такой мощи, как говорится, то чаще всего человек использует такой косвенный подход. Издалека начинает. Мне некоторые партнеры говорят, Олег Ильич, у меня что-то не получается, вот я веду переговоры со своими друзьями по скайпу, посмотрите, может, что я не так делаю. У многих, очень у многих. Знаете, как есть такое? Прежде чем рассказать о Второй мировой войне, он начал с империи Рима. С Римской империи. Ну, чтобы постепенно, постепенно подвести человека. То есть, я хочу сказать, что они начинают разговор, а ты как себя чувствуешь, а как у тебя дела, а что у тебя дома. И вот начинается подкрадывание. Это так называемое косвенное предложение, как бы не завуалированное, долгое. Ну, так можно действовать с незнакомыми людьми. А с близкими, с друзьями, с родственниками предпочитительный прямой подход. Прямой подход. Например, ты слышал о сетевом бизнесе когда-нибудь? Что ты знаешь об этом? Или, например, ты что-нибудь знаешь о компании, и вы называетесь вы компанией? Ты что-нибудь слышал про Дубле, например? Или ты что-нибудь слышал про Эмвей? Или ты что-нибудь слышал про какую-то компанию? Ну, про МП и Горбалай все слышали, а вот про ДУ, про такую компанию мало кто слышал. И когда человек говорит, нет, не слышал, у вас есть повод начать разговор. Сказать, слушай, мне сейчас некогда, зайди на мой сайт. У вас есть сайт, система. Я к своим партнерам обращаюсь. Боже, как мы разбогатеем, если мы научимся делать простые вещи. Одно и то же, одно и то же. Маленькое количество людей, но много людей. Помаленьку, помаленьку, помаленьку. Если одного человека в месяц, приводить, но каждый месяц. Если два человека, но каждый месяц. Если пять, а надо пять. Мы сильно разбогатеем, очень сильно разбогатеем, если научимся вести этот бизнес. Давайте научимся вести этот бизнес. Вы готовы научиться вести этот бизнес? Тогда читайте книжки, слушайте тренинги, ищите новую информацию, тренируйтесь. И самое главное, действуйте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...